паспорт на входе в этот бизнес-центр, вот, с порога ты заходишь, тебе ничего не рассказывают. Я помню, ты была на кастинге, да, сегодня была, правда. Вот, я, короче, захожу, мне ничего не рассказывают, говорю, сначала соглашение о неразглашении. Вот, это телеканал «Пятница», но я не буду рассказывать ни проект, ничего, не имею права, вот, но они ищут ведущего, вот, я знаю, что 10 девочек-кандидатов из нас, и среди нас будут выбирать. Вот, я подписала, запомнила там все, да, акцент был нужен, все верно, но акцент я не сделала, потому что, ну, потому что сейчас все я объясню. Вот, короче, я пришла, больше ехала, чем кастинг-лифт. Я очень долго красила. Спасибо большое. Короче, я пришла с тональной основой, без всего, с меня смыли эту тоналку и нарисовали вот, что нарисовали, выпрямили волос, потому что у меня кучерявое. Вот, им захотелось сделать меня не кучерявое. Я такая, ну, окей. И такие говорят, а у тебя что, у самой бьют? Я такая, у самой. Короче, дали мне текст. Спасибо большое. Мне дали текст и стали объяснять. Никуда не надо отправлять смс. Это же внутренний кастинг. Там без смс. Вот, в общем, мне дали текст, сказали его выучить. Я начала учить, потом ко мне подошел режиссер и говорит, женщина, она говорит, ничего не надо учить. Говорит, расскажи, близко к смыслу лучше даже импровизацию добавить. Вот. Я говорю, а, типа, я сам не знаю. Нужно близко к смыслу рассказать. Можно импровизировать, можно добавить от себя. Я могу сказать только, ну, нет, нет, не стендап. Просто это же не настоящий текст из настоящего сценария, серии. Нет, конечно. Это, ну, просто такой образец. Вдруг я кому-то все-таки расскажу. Вот. И попросили от себя, давай посмотреть на мою импровизацию, как я смотрюсь в кадре. В общем, в чем была фишка? Пока меня красили. Я один раз прочитала, но дальше неудобно. Тебя красят, да? Ты сидишь, твои глаза закрываешь. Ко мне пришла ассистинка. Говорит, давай я тебе не читаю. Я говорю, да я запомнила, мне не нужно. Она говорит, нет. Говорит, давай я тебе не читаю. Я сижу, у меня красят. Она мне два раза читает. Говорит, ну что, надо еще? Я говорю, не надо. Я запомнила. Тем более, я говорю, ну можно близко к смыслу, по сути. Сейчас я сделаю. Она говорит, ну давай попробуем. Я говорю, ладно, давай. Я, короче, ей вот так вот. Вот так вот текст почти целиком. Она говорит, о, ладно, не надо. Там еще было такое задание, что в конце, ну это мистический проект, и в конце я даю наставление, как героиня, которая ко мне обратилась, себя вести. Вот, и, ну надо придумать самой было. И, ну это я не репетировала, я говорю, я на ходу этого документа. Мне говорят, ладно, окей. В общем, я зашла. Это первый раз. У меня такой был настоящий, хороший, качественный кастинг. У меня были разные, как бы я работала уже в проектах. Все, ну вот такого кастинга у меня еще никогда не было. Такой, ну, хороший канал. Все это очень круто и удивительно. Вот, я захожу. Мне дают костюм. То есть меня накрасили. Мне дали костюм для кастинга. При том, что я привезла одежду, вот, я прихожу, короче, с этой, с одеждой. Мне говорят, не, не, у нас, кстати, есть своя. Мне надели одежду. Вот. Вот. Посмотрим. Вот. Вот, может, и, ну, запускается. У меня, короче, это, звук повесили. Да, ко мне подошел звукорежиссер. Повесил на меня петличку, звук. Типа, я такая, обычно так делают уже на съемках. Вот. Отдельно стоит оператор. Отдельно стоит звукорежиссер. Режиссер стоит. Я такая, типа, у меня куча реквизита. У меня села девочка-ассистент. Я такая, боже мой, это что? Это так бывает профессионально? Вот. И они говорят, ну, давайте попробуем, типа, дубль запишем, а потом будем другой дубль с заданием. Я говорю, окей, давайте. Вот. И что? И мы делаем дубль. Нет, это не ТВ-3. Вот. Я записываю с первого раза. Мне ничего не... Мне говорят, все отлично. Я такая, может, какие-то поправки? Может, что-то плохо? Ну, типа, ты начинаешь сразу думать. Может, что-то не так? Вот. И он говорит, нет, все отлично. Теперь, типа, мы даем тебе задание. Нужно сделать то же самое, но с болгарским акцентом. Я такая... Я говорю...